Как бы в разбросанности Этих памятников Нет никаких противоречий Друзья Если вы вспомните Во многом правда Контроверсийную и не до конца Основанную в некоторых выводах На реальные Исторические факты Исследования Клёсова То вы Можете представить Что по его мнению И по так сказать Все исследованиям Генной антропологии Первоначально Про-европейцы Или прото-европейцы Именно пришли с Алтая А как они расселялись Каким путем шли Все эти тысячелетия Разделившись на южные ветви И прямо вот По сибирской Нижней равнине А может и по самой северной Части Сибири Шла Другая Вид Это уже вопрос Иного плана Но он В некотором смысле Вполне подходит Для объяснения И для связи всех Представленных Выше нами Найдиных Памятников Разбросанные По всей Евразии Впрочем Официальным Историкам Доказательства Для определения Сути Не были нужны Ну Или как вернее Для подтверждения Собственных Про-немецких Про-германских Теорий Ну а Как оформление Декорацийное Скорее А им подходили Вполне И употреблялось Все Без извлечения Фактов И доказательств Тех Самых О которых Мы говорим Выше Впрочем Мы несколько Утрируем Классен Был не Не первая А вернее Это была Исследовательница Беля Лякова Которая Занималась Филологией Более Глубоко Старой Древней Филологией Ну и вот Одна из надписей Обнаруженной Ей Была сделана Надпись На двух сторонах Каменной Плиты Это так называемая Иберийская Надпись Третьего Первого Веков До Наших Эры Мы их Прилагаем Много Надписей Рунического Характера На монетах Где Изображены Изображен Например Садник Наконец Копьем Древние Варианты Этого Изображения Называются Фракийским Садником Оно Известно Одного Того Божий Стержень Всего Этого Мы можем И уверены Можно Проследить Даже в таких Отрывочных Знаниях И свидетельствах Вот еще Одна Интересная Надпись Она Уже Найдена На Совершенно Противоположной Стороне Евразии И Заинтересовавшись Как-то Археологией Иберийского Полуострова И просматривая Каталоги Археологических Памятников Как пишет Классен Он Обнаружил Надписи Сделанные Знаками Очень Похожими На Те же Рутнические В общем Считаем Мы Для определения Первоначального Уровня Культурологического Прославянского Ведического Общества Вполне Достаточно Хотя Мы На этом Не остановимся И далее Думаем Представим Еще более Доходчивые И убедительные Подтверждения Величия Прославяно-арийских Племен Опираясь Прежде всего На Егора Классена В данном Случа И в данном нашем обзоре Своё мнение О нем Мы выше Уже Высказали Как и Нашу Благодарность Этому Талантливому Исследователю Второй Половины Девятнадцатого Века Здесь Будем В основном Проводить Обзор И И И Искать Некие Реальные Факты Из его Произведения Под названием Похоже Наиберийские Сидетская Надпись Первого Второго Века До Нашей Эры В городе Сиди Столицы Памфилии Области На юго-западе Анатолия Малайзии Сидетский Язык Учёные Относят К лувийско-ликийской Подгруппе Хетталувийских Языков Ну Нет Никаких Уже Обоснований Совершенного Отличия Этих Языков От Древних Пелазгийско-этрусских Соответственно Славяно-арийских Языков Так вот Они Славяно-хеттские Связи Как убедительно Было Выявлено Чешским Учёным Бержамином Грозным В начале Нашего века Это и Подтверждают Такова Надпись И Царграде Поистине Удивительная На полу Софийского Собора В Константинополе Выложенная Камнем Знаки Опять же Которые Столь Похожи На Выше Приведенные Рунические Письмена Ну и Коль мы Уже Упоминали Выше О сходстве Так сказать Русско-арийских Славянских Богов и Богов Олимпа Если Докладно Это Разобраться Более Так сказать Подробно И углубленно Как что и Проделал Известный Исследователь Петухов То Не мешает Нам И привести Самую Его Статью С Некоторыми Нашими Комментариями Более Полно Афродиты Удивляемся Красоте Величью Дворца И лабиринта Царя Миноса По русски Мины Построенного Гиперборейскими Архитекторами Дедалом И Икаром На острове Крит Кстати Об этом Мы Рассказываем Потом Как нам Кажется В убедительных Объяснениях Комментариях Даем В одной из глав Наши Бессмертные Смертных Бессмертных Богах Которые Были Обнаружены Вот именно Эти лабиринты В ходе Раскопок Проводившиеся Там В 1900 Там Году Английским Археологом Эвансом Как заметьте Англичане Везде Как и немцы Везде Первые И везде Дают Нужную Им Трактовку И нужные Им Объяснения Ну Мы Также Помним Орфея Спустившегося В ад В поисках Своего Слюбленной Вредики И так Далее О нем Тоже Есть Наш Рассказ Соответствующие Статьи Все это Мы знаем И помним Но Лишь Немногие Знают О том Что они Вовсе Не Греки Что даже При То бишь Как бы И не Эллины Хотя Это Спорно Но Даже При Их Жизни В Элладе Они Имели Просьбище Гиперборейские То есть Из Гипербореи Земли Лежащей Далеко На Мол На Крайнем Севере Ну Некоторые Говорят Это Типа В современной России В Сибири На Таймыре Аполлон Гиперборейский Орфей Гиперборейский Геракл Гиперборейский И так Далее Но Это Ведь Не просто Прозвище Это Прямое Указание На их Происхождение Конечно Справочники И энциклопедии Прямо Фиксируют Все имена Эллинских Богов И героев Имеют Негреческие Или Догреческие С Эллинского Языка Не переводится И это Относится Не только К перечисленным Выше именам Но и вообще Практически Ко всем именам Греческих Богов И героев Слава Петухову Что он На это Обратил Внимание Ну Наши Учебника Учебником Эти У Энциклопедии Не указ Там Четко Сказано Кто и Да как Ясно Что Греки И римляне В основе Всей истории И всего Искусства В началах Находятся Там И так Продолжается До наших дней Хотя еще В 1867 Году Трудан Академика Ламанского Года жизни 1833 1914 Заведующего Кафедрой Славянской Филологии Санкт-Петербургского Университета Было доказано Что все эти Персонажи Имеют До греческого Происхождения То есть Были Занесены В Грецию Ох Надо этот термин Вообще Выкинуть Никакой Ни Греции Ни это Не было Никогда Тогда Была Эллада Хотя И давайте Оговоримся Если мы Иногда Забудемся Опять будем Упоминать Термин Греции То Сами Подставляйте Реально Звучавший В некотором Периоде Термин Эллада Ну и Занесены Все эти Персонажи Пелазгами Которых Многие Исследователи Классен Ламанские Воланские И прочие Относят К протославянам Жившие Там До Эллинов То бишь Ахейцев И Дорийцев Неких Завоевателей Пришедших Нибыто Севера Что А иногда И не только Например С юга Запада А потом После вытеснения Пелазгов Были ими Ахейцами И Дорийцами Унаследованы И освоены Как собственные Божества И герои Возможно Ли такое Возможно Друзья Просто Более Низкая Культура Вобрала В себе И унаследовала Более Высокую Ну Именно Вот этим Все И вносит Эту Проблему Разрабатывая Эл Профессор Юрий Дмитриевич Петухов Известный Писатель Историк Илин Гивиз Занимаясь Проблемами Итногенеза Древних Народов Прослеживая Пути перемещения Этносово Итносово Определяя Миностонахождение Прародины Индоевропейцев Петухов Убедился В том Что 70% Топонемики Балкана Пенинского Полуострова Средиземорья Геиды Троады Носят Ярко Выраженный Славянский Характер Что Однозначно Говорит О том Что В глубокой Древности Первое Название Этим местам Дали Протославяне Которые Жили ранее На этих Территориях Были Протославяне Или На русских Территориях Или Там наоборот Протоарийские Народы Заметьте Исследование Жарникова И например На севере И центральной Даже Части Современной России Проводят Довольно Большие Сходства В названиях Из Древнеиндийских Эпосов Рамаяны Махабхараты И с названием Рек И местностей Вот в этих Северорусских И центрально Российских Областях Но от топонемики Это мы так К слову От топонемики Юрий Дмитриевич Петухов Перешел К он На мастике Науки Изучающей Имена Собственные То есть Имена людей Богов и героев И попытался Расшифровать Древние имена Греческих Богов Применяя Ну Например Общий Русский Язык Чего До него Не делал Никто Ибо В прошлом Такая Крамольная Мысль Ни одному Ученую В голову Прийти А Русский Русский Греческих Фонетическая Здесь Здесь все Понятно Здесь все понятно Мена Русские Ну Скажем Старорусские А как быть Если у Греческих Богов Их имена Ничего Не означают На Греческом Латинском Семетских Языках Тогда Юрий Дмитриевич Петухов Решил Проверить Расшифровку Применяя Русский Язык Чего До него Не делал Никто И вдруг Имена Эти Заговорили